Это программа «Мой район». И сегодня мы говорим о московском конкурсе детского рисунка «Наследие моего района». У нас в студии участница конкурса, школьница Аня Неклюдова, москвовед Владимир Прокин и известный поэт-песенник Александр Шаганов, который с недавних пор взял в руки кисть. Александра, Анна, Владимир, добрый день. Здравствуйте. Анна, я узнал, что в конкурсе, про который мы говорим, там существуют и профессионалы, и любители участвуют. Вы к какой относитесь к категории? Вы профессионал? Да, я отношусь к категории профессионала. Я рисую шести лет, хожу за студией. И вы участвуете как давно в конкурсе? Ну, уже третий раз, одерживаю победу. В этом году я одержала победу в усадебном калейдоскопе. Я на своей работе изобразила Александра Сергеевича Пушкина, так как в этом году им исполняется 225 лет со дня его рождения. Я изобразила усадьбу Астафилов, потому что Пушкин оттуда очень часто черпал свое вдохновение. Также в этой усадьбе Карамзин писал историю государства России. Александр, а вы не только тезка Пушкина, но вы и как бы Пушкин современного песенного творчества. Спасибо, что такое лестное сравнение, да. Только, как говорится, труба пониже и дым пожиже в моем случае. И я в восторге от того, что есть такие конкурсы, что юных художников и не юных, они объединяют. И мы можем через живопись признаться в любви к нашему любимому городу, к нашей родной Первопрестольной. Я, честно говоря, не знал, что вы тоже художник. Да, знаете ли, для меня это огромное счастье. В средней полосе своих цифр вот обрести такое новое увлечение на уровне страсти. Я испытываю те же самые эмоции, как что средний подросток Саша Шаганов, когда писал свои первые стихи. То есть все интересно, все, вот, и хочется каждый день делать наброски и так далее, и так далее. Любите живопись поэты, заметил Заболоцкий. Вот, и следуя этому, я вот в свой досуг от сочинения песен, вот, это еще сказать этому миру о себе, воспеть этот мир. Вот, Анечка, вот с молодых, то что называется, лет приобщена. Все дело за вашим желанием и за вашим вдохновением. Вот смотрите, это вот Меусская улица. Меусская улица из старинного троллейбусного парка. Сейчас там сделан такой кластер, где для отдыха. И вот автобус, они, значит, подняли. Он теперь, я эту картину назвал так, автобус юности моей, где я катался ротозей. Теперь музей. Вот так она длинновато называется, эта акварель. Вот. И вот то, что я вижу, я хочу по-своему. Не относитесь к этой живописи, как к художнику. Вот Анечка, так сказать, я просто уверен, в стать большущим представителем. А это любительское творчество, это эмоции. И я этого никогда не обучался, но воспринимаете это как большой автобус. Это Садыха, наша любимая, где, так сказать, искусство, а не меха. Вот здание Садыха, одно из любимых мест в моем городе, да. Владимир, а вы считаете, есть места в городе, которые любят именно художники, вот любят там рисовать те или иные? Москва, Москва прекрасный наш город. И естественно, что Москва меняется со временем. И издревле московские художники, естественно, очень любят Москву рисовать. Поэтому если мы немножечко копнем в историю, да, это 18-19-20 век, последние там несколько столетий, естественно, что художники очень любят Москву рисовать. В Москве много зеленых зон, много скверов, много усадебных зон, много парков. Поэтому тут место находится всем и пейзажистам, которые любят рисовать пейзаж. И в то же время очень много городской архитектуры. Она разная у нас. Разные архитектурные стили. Русская узорича, стиль барокко, стиль классицизма, стиль ампир. Опять же, сталинский ампир, если говорить о 20 веке. И естественно, что все художники, которые рисуют, они рисуют свободно в своем выборе, да. Взять ту или иную архитектурный стиль или то или иное, допустим, пространство, да. Вот. Ну, если, значит, заглянуть в наш 19 век, вот, я бы хотел рассказать в первую очередь о художнике Василии Тропинине. Вот. Василий Тропинин в первую очередь известен тем, что он нарисовал прижизненный поэт Александра Сергеевича Пушкина. Возвращаемся к Пушкину, который находится в Третьяковской галерее, который считают лучшим прижизненным полотном, изображающим, ну, то есть, как бы классическим Пушкином, так скажем. Вот. Но Василий жил недалеко от Кремля, жил на улице Ленивка, есть такая у нас прекрасная московская улочка, очень коротенькая. Вот. И он нарисовал свой портрет, в общем-то, он рисовал себя, но на фоне Кремля. И вот так случилось, что вот эта картина Василия Тропинина, он на фоне московского Кремля, там изображена водовзводная башня, кусочек Боровицкой башни. Она тоже попала в аналог истории. Это именно тот Кремль, это середина 19 века, которого уже, он сейчас у нас уже поменялся, вот, но тем не менее он остался на картине Тропинина. Вот. Ну, если вспоминать, опять же, наших прославленных русских художников, то это Василий Дмитриевич Поленов, конечно, картина. Московский дворик, у него шикарная картина. Вот. Сам он питерский, вот. Ну, так вот, волею судеб он прибыл в Москву, в Москву влюбился, вот, и нарисовал эту картину. Вот мы сейчас видим ее перед нами. Московский дворик, это спас Преображенский храм. Он до сих пор, если вы будете на Старом Арбате, он до сих пор существует, вот эта вот прекрасная колокольня, да, со слухами, с окошечками, с маленькими. Что касается живописи пейзажной, то у нас, безусловно, лидер 19 века, это у нас художник Исаак Левитан, он начал свое обучение в Москве, в Московском училище живописи, зодчество и вояние на Мясницкой, дом 21, в возрасте 14 лет. Он отправлялся, естественно, искал пейзаж где? В парках. Общедоступные парки рядом с Мясницкой было два. Это, в первую очередь, парк Сокольники, и во вторую очередь, это усадьба Останкино. И вот я хотел бы немножечко поподробнее рассказать об этой картине. Картина называется «Осенний день Сокольники». Картина нарисована Левитаном в 1879 году, ему в тот момент было 19 лет. Вот что интересно в этой картине, оказывается, картину Левитан писал не один, эта картина написана в тандеме. Левитан написал пейзаж, а женщину на картине написал старший брат Антона Павловича Чехова, Николай Павлович Чехов, с которым Левитан был дружен, они вместе учились на одном курсе. И вот Чехов написал женщину. Когда Левитан показал свою картину своему наставнику Саврасову, мастер был недоволен. Он сказал, пейзаж принимаю, но вот зачем вот эту ты написал женщину, для тебя это не свойственно. Левитан ему не сказал, что эта женщина написал Чехов, а не он. Но тем не менее, и вот волею судьбы, эта картина, кстати, находится тоже в Третьяковской галерее, студенты устраивали именно прям в московском училище небольшие выставки в холле. И вот 19-летний студент Левитан выставляет вот эту картину в холле. Приезжает Павел Михайлович Третьяков посмотреть работу студентов. И вот именно эту работу почему-то Третьяков отметил, и он ее покупает. То есть это была первая работа Исаака Левитана, которую он продал за деньги. Значит, Третьяков заплатил 30 рублей серебром за эту картину. По нашим деньгам, я включил калькулятор, это порядка 90 тысяч рублей. Ну, в общем-то, сумма немалая. И вот с этого, по сути, с этой картины, именно пейзаж в Сокольниках, началась, по сути, вот такая вот уже карьера Левитана как художника, как пейзажиста. И Третьяков уже буквально через 10 лет покупает картину Левитана уже не за 30 рублей, а за 3 тысячи рублей серебром. В сто раз дороже Третьяков платит. Уникальность Третьякова как собирателя картин была в том, что, имея прекрасный художественный вкус и имея очень хороших при себе наставников, которые тоже развивали вот это, он собирал не картины прославленных художников, а он собирал именно картины художников молодых, но талантливых. То есть он имел собачье чутье, он замечал таланты на самом взлете. Ну и вот это вот еще одна картина Левитана, тоже прекрасный пейзаж, это как раз усадьба Останкино. Аня, а вы, кстати, где живете? Ну, я живу на бульваре Донского, ну, Северная Бута, как раз. Моя первая работа на мой первый конкурс в наследие моего района я выиграла за счет того, что пошла писать в парк речку Бису. А вот усадьба Бояр-Романовых, это ваше было решение? Да, это мое. Мне это место показала моя первая классная руководительница. Привила нам к этому месту любовь тем, что это место является колыбелью династии Романовых. Это отчасти автопортрет? Да, это автопортрет. Это вы? Присутствие художника на полотне. Это вообще, так сказать, монок такой серьезный. Гостиный двор такой прекрасный мы видим. И вообще вот эта улица, Варварка рядом, у меня с ней тоже связана своя история. Я был студентом однажды и, проходя вот именно ей, придумал стихи, которые впоследствии стали вот первой песней, которая вышла огромным, многомиллионным тиражом. И там такие были строчки. Деревянные церкви Руси, перекошены древние стены, подойди о многом спроси, в этих срубах есть сердце и вены. Группа «Черный кофе» выпустила тогда эту песню. То есть, видимо, какое-то магическое. Вот у Ани такое соприкосновение. И вот я об этом даже потом написал рассказ, и у меня с этой улицы, с Варваркой, да, вот связана своя личностная история. Аня, а вы кем планируете стать в перспективе? Я собираюсь стать мультипликатором и рисовать мультсериалы. Вот пройдет вот 10, может быть, 15, может быть, 20 лет, мы будем у Ани, возможно, брать уже автографы. Как у маститого мультипликатора, я думаю. Как у маститого мультипликатора, а может быть и маститого художника, кто знает, как жизнь повернется. Да, мультипликатора, который начал свою карьеру с конкурса «Наследие моего района». Всем спасибо, а мы после паузы продолжим разговор о конкурсе «Наследие моего района». Субтитры создавал DimaTorzok